всем привет предыдущем ролике я сделал столешницу для раковины ванну залитую эпоксидной смолой ну а в этой части я сделаю большую подвесную тумбу под раковину еще в прошлом ролике мы подобрали референс и как видите в фасадах будет использоваться ротанговое полотно но к сожалению в моем городе специализированных магазинов с таким материалом нет да и вообще не уверен что есть такие магазины поэтому я отправился на авито и поставил поиск по всей россии ближайший вариант был в москве и так как я уже не первый раз покупаю продаю с авито доставкой ей я и воспользовался сложного ничего нет покупка происходит 3 клика нужно выбрать пункт выдачи ввести данные получателя и оплатить все просто оформляете доставку интересующего вас товара посылка приходит в указанный пункт выдачи там вы можете осмотреть посылку и только после вашего подтверждения оплата приходит продавцу если товар вам не подойдет по каким-то параметрам можно от него отказаться и вся сумма вернется вам обратно но пока ротанг в пути я займусь самим подстольем материалом для него послужила кленовая доска которую я простругал на фуганке и рейсмусе и склеил щит толщиной в 24 миллиметра с малыми вертикальными щитами проблем не возникло они были длиной 70 сантиметров и мой небольшой фуганок справился а вот уже доски длиной в полтора метра шли очень тяжело и тем не менее торцы я выровнял но уже плоскость доски идеально сделать не получилось поэтому пришлось сделать отверстие для шкантов с помощью примитивного кондуктора чтобы хоть немного подровнять щит при склеивании и Ну и опять же, такие габариты достаточно тяжело торцевать в размер на циркулярке, поэтому все элементы я вырезал на ЧПУ, оно и безопаснее, и геометрия получается идеальная. Кстати, эпопея со шлейфмашинкой еще до сих пор не окончилась. Мне пока родственники дали погонять девольтовскую шлейфмашинку, и пока впечатления только положительные. И в ближайшее время будет ролик про нее и не только. Все элементы подстолья я покрыл маслом для мебели живица. Оно, во-первых, подчеркнет рисунок дерева, а во-вторых, будет хорошим препятствием для влаги, которой ванной будет предостаточно. Каркас, как и столешницу, я делал ровно в размер проема, так что подстолье закрепил сразу к стене и перегородкам. Говорю сразу, за первую неделю эксплуатации подстолье не отвалилось, держится очень уверенно. И еще, в предыдущем ролике про столешницу я ничего не сказал про ее покрытие, а именно столешницу из эпоксидной смолы обязательно нужно покрыть лаком, иначе весь глянец затрется. Я пока что жду потепления, потому как в мастерской для лакокрасочных работ еще очень холодно. Для фасадов была использована все та же кленовая доска, нарезанная, простроганная и отрисмусованная в один размер. В руках я держу кондуктор для шкантов, на который сделал соединение рамок фасадов. Я даже снял про него ролик, но вот публиковать его не стал, потому как для себя решил, что может приспособа и полезная, но в работе не самая удобная и точная. В общем, думаю, даже с самым дешевым присадочным фрезером будет в разы лучше работать. Стыки не идеальны. Но они без труда зашлифовываются в единую плоскость. Я, к сожалению, не заснял, как выбрал паз с 16-мм фрезой в центре со внутренней стороны фасада. Он нужен для ротанга. Ну и осталось установить петли. Мебельщики наверняка заметили несостыковку. Я поставил вкладные петли для накладных фасадов. Спокойно я потом поменял на правильные. Тем временем, пока велись работы по подстолью, пришла отправка с ротангом. Я честно скажу, что гуглил, как с ним работать. Так что передаю привет и благодарность за ролик Екатерине Панковой. Она также для фасадов тумбочки использовала ротанг и все четко пояснила. Так что, если хотите подробно, то ссылка на ее ролик в описании. Ну а если коротко, то отрезаем с запасом. После замачиваем его в теплой воде на 30 минут. Вынимаем и пристреливаем его ручным степлером, стараясь его немного натянуть. Сильно усердствовать не нужно. Как только он высохнет, он натянется сам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» Как видите, сверху я прикрутил фальш-фасад, и чуть позже я его частично исправлю. Сверху большого отсека он так и останется декоративным, а справа над дверкой надо сделать выдвижной ящик. Окончательный вид уже с ручками можно будет посмотреть в моем инстаграме, ссылка будет в описании. Ну а на этом все. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока!